что друзья мы тут воли им судеб оказались бостоне давно я что-то в эфир не выходил бостоне да мы оказались самое интересное что еду я на питтсбург это два самых тяжелых города для работы с прицепом на траке это питтсбург и пост я еду из бостона питтсбург все лютая главное что не могу обвинить диспетчера потому что я сам груз нашел он короче такие дела по и главное что потом возвращаясь обратно в бостон поставить то есть не такое получается рандрит ну короче жопа чё сейчас ладно заправку на поедем поедем и помчимся все давайте сейчас заправимся даже вообще топлива везде конских денег стоит ну вот я нашел по 309 орёт еще на меня тут ну чё народ забираем вот этот кадиллак слушать у него веномер как будто бы ребенок писал смотрите как криво написан до 213 513 как будто ребенок писал реально блин машина такая горячая так ну чё посмотрим что у у него со скрытжем скрытчь у кадиллак тема наверно план чего пойду посмотрю эту машину ладно если не против грузимся вот так вот таких местах тут не ведь чего не нравится звук так вот хоп-хоп ведь у них сенсоры здесь любые нравится и не нравится всегда можно сделать также у них статья но этого нет а у скалы да еще температура также тоже делает тоже сенсор тут я короче ну такая тачка ребят чё 70 сделаем это дует можно заболеть и так что болею в этом году от всего вообще от любого дуновения так сказать это уже сломали слушайте на вообще приятная машина мне от горы мне нравится кадиллак может и нет такую досмотреть чик-чик-чик такое короче норм тачка чё-то говорит просто прокатимся так ну-ка сейчас сяду как вот мне прямо удобно чтобы было ну-ка ну-ка низ ниже 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 иван ниже давай еще 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 ближе так здесь да слушать удобно офигенно вообще не мне к делак нравится сколько он стоит кто знает а 37 999 долларов это восемнадцатого года и год машине нормально как вот это а во нифига у меня задняя передача включается вели короче cadillac тема все можно брать мне нравится cadillac для приятная машинка сегодня такая ничего лишнего и мне нравится вот дизайн торпед только единство что вот эту штуку я бы чуть бы скрыл бы поглубже потому что солнце попадает уже все видно климат в принципе чё сенсоры сенсорная навигатор телефон звук что там еще я не знаю что они еще тут делают ну короче . и . что там уже говорит ладно пойду подпишу все подписали доки нам забавно на тему так чик 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 ну ладно а кстати здесь почему стали тонет не объяснить ребят почему перестали делать закрывать вот здесь вот чтобы отсюда короче не дуло то есть вот эти крутилки просто сделайте крутилку хом закрыли все что за фигня то есть вам надо блокировать полностью знаете надо бывает отсюда реально лупит отсюда нормальным там ну по барабану направил на стекло либо закрывать всю надо да ну тоже становится жарко то есть я очень часто допустим хочу оставить вот эти вот боковые только понимаете да чем я говорю вот эту бы я часто закрывал в лекси она тоже не закрывается нет раздражает я думал до этого только лексус догадался а оказывается нет ну что едем по нью-хемпширу нью-хемпшир штат короче нас получается бостон так вот вот так вот америка если да бостон вот так петербург здесь а мы едем чуть-чуть так вот чик сюда ну короче дело небольшой крюк такой но по пути как бы друг на пути заберем как мне пончатом субару помогать машину короче это не имплозные машины это просто машина имплозных нету не было сегодня имплозных никто за хорошие деньги куда-то вот они стоили реальный поздно и машины сегодня были дешевле чем вот эти которые и тоже на пицбург кошмар я как представлю меня что-то нехорошо как становится ну ладно что делать будем ехать через 25 минут буду на месте заберу какую-то машину еще по-моему субару я назову надо это найти где заправиться то что здесь топливо адекватно стоит а в других местах не очень кстати знаете мне очень напоминает филляндию и дорожка такая леса такие же домики деревушки такие вот отдельно стоящие вот реально очень напоминает филляндия стать вот дела да да реально вот как филляндии едешь только полосы желтые здесь а филляндия полосы белые ну и все ну знаки вот знаками отличия так очень все похоже вот реально вот тут филляндии вот тут один в один филляндии тоже так ешь ешь как и рак дом стоит будет а это каска этой маленькой деревушкой то на 5 домов условно очень похожи кому очень короче кто не был филляндии вот так вот такие вот деревушки кстати часто приезжаем почему-то вот в этих вот краях массачусетс нью-хэмшир коннектикут и чё прикольно это то что все очень такой чистенькая очень уху то есть допустим вот где-то в районе там колорадо например да они реально такие были техаса там часто они такие подзадроченные конечно вот здесь все очень чистенько аккуратненько прямо прямо очень ухожено все везде газончики третье на улице срача никакого все дома но при этом самый неприятный дом наверное на пути это прикольно кстати да да при том что здесь климата потяжелее как бог тебя смотрите какая лютая фигня стоит вот почему так я смотрите ну красота красота мне правда не нравятся такие дома но выглядит красиво живет не хотел бы но красиво белка херачит и нормально короче частенько такое бывает ну не то что прямо очень когда вы приезжаете в дилерскую но машина у них стоят другом месте вот сейчас у меня такой случай поедем в другое место эволюшин но это не эволюшин это закос под эволюшин то есть обвес все сделано но но это не он ну и вот так вот вы приезжайте а тут такая парковка ну и классно сейчас мы на ней и загрузимся да да за задом туда за деревце заедем все будет пучком ты же не вагон было написано субару импреза вагон а это не он она не ну да 816 815 его старушка какая и он у там воняет даже я чувствуешь запах почти не чувством тут даже я чувствую хорошая машина клаус трейлер че возим хорошие тачки класс круто так мятинку надо не забыть указать ланча деньги не пахнут как говорится но аккумулятор сел прилипла короче просто дверь откроешь чтобы она хоть чуть проветривалась окей let's go пойдемте за джамп стартеру ну шо вот такая штука у нас окей ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, короче, я ее всю сфоткал. Надо, я прямо на ней сейчас съезжу в дилерскую. Они мне распишутся за нее. Да и все. Она вообще вся царапанная просто. Поехали. Субаром. Ралли. Ралли. Ралли начинаются. А! Диести. Ну и что, все. Погнали. Такое вообще ведро, конечно. Все что-то бренчит, звенит. Рестораны вон какие-то. А-а-а! Гонка! Бля, столько звуков у нее разных. Ну, нормальная тачка вот стоит. Ну и вот так вот у нас, короче, выглядит маршрут. Видите? Едем сюда, потом в Питтсбург. Мимо Витька Поляка. Опять поедем. Как-то так. Ну ладно, тогда я их меняю местами. Тогда я Субару первую загружу. А Кадиллак поставлю назад. Чтобы... Потому что там в этих местах там мало места всегда. И там нету времени туда-сюда перезагружаться. То есть, поэтому я это сделаю здесь, сразу на площадке. Ну все. Так что Субару сейчас в сторонку. Кадиллак оттуда, Субару туда. Ну вы поняли. Короче, приходится заправляться на таких вот непонятных заправках. Как дядя Паша называет, бандитские тракстапы. Потому что топливо очень дорогое в Массачусетсе, в Нью-Йорке, в Пенсильвании. И реально можно просто вот там на... От 50 центов, я думаю, до доллара сэкономить. То есть, вы представляете, да, там у меня 57 галлонов. Это там 25 баксов. 25-40 долларов условно. Не, к примеру, просто прикинь так. Пойдем попробуем покушать там. Я спросил, мне сказали, ну так. Просто кушать охота, а ближайшее, где что-то можно поесть, далековато отсюда. Пойдем попробуем что-нибудь там. Перекус какой-то устроить хотя бы небольшой. Так вот, сейчас заправлялся по 2.99 соляра и по 3.80 деф. Тут я офигел. Я-то никогда за такие деньги деф еще не видел. Ну ладно, короче, пойдем. Пойдем. Ну все. Поел. Но... Тетенька была права. Еда так себе, конечно. О, господи. Даже объелся, если честно. Так, надо ехать, да, куда-то. Ну, поедем. Короче, остановился на Волмарте. Взять себе гороши такой зеленые. Сегодня смотрел серию Макса. И он этот ест горох. Блин, всю дорогу еду. Так горох хочу теперь. Очень вкусный. Сочень такой прикольный. Класс. Короче, у нас остановочка такая, мне надо фары подрегулировать. Я их очень близко настроил. В темноте тяжеловато. Никто не моргает, но я вообще ничего не вижу. То есть, чуть-чуть надо, конечно, их отрегулировать. Да. Наверное, до того, до второго столбика. Раз, два. Не до вот этого. Раз, два. И вот до того, чтобы светило. Очень низко. Сейчас посмотрим. Да, время дурацкая тема. Это то, что надо снаружи вот здесь вот подкручивать фары. То есть, нету изнутри корректора фар вверх-вниз. Все снаружи. Какой-то бред. Ну, посмотрим. Подкорректировал чуть-чуть. Посмотрим, чем это поможет. Ну, было совсем близко просто. Доброе утро. У нас что там? Вчера, короче, запарковался. Вот здесь вот, видите, вот, видите. Вот, вот, белый Вернер. Вот так вот с ним. Но меня чувак разбудил, который на этом месте стоял. Ему не выехать было вот так вот. Вот. Вчера где-то в 2 часа ночи, наверное, не знаю. Слушайте, как это, знаете, уже этот... Все, отъехал, запарковался, с первого раза сюда заехал. Ну, здесь, смотрите, что стоит. Классик и рифер. Что может быть лучше классика? Рифера. Ну, у него хорошо, что трипека не было. Трипека, это которое, когда вы глушите машину, типа Вибаста, да, он работает там, но обеспечивает. Такой мотор, короче. Понимаете, да? Он орет хуже риферов любых. Он орет на весь трокстап обычно. Такое говнище эти трипеки. Очень шумные штуки. Вот, а рифер, кстати, такой, не шумный. Там шепчет вообще. Ладно, два часа еще ехать, там, до выгрузки, до первой. Сегодня будет Питтбург. Это кошмар. Блин, вообще не проснулся мне что-то сегодня. Я уже полстакана кофе выпил. Такого вот натейки. Вон, видите, осталось сколько, вон, видите. Вот столько выпил. Ноль. Ноль вообще. Ни в одном глазу просто. Так, ладно, давайте-ка делак я скину, да? Да поедем дальше. Ой, друзья, мне там вообще сказочно повезло, потому что я не заезжаю в сам город Питтбург. Я сейчас выстроил маршрут. Я не доезжаю города. И у меня вот так вот сейчас. Я выкидываю машину, потом спускаюсь уже в сторону, куда мне надо ехать. Ну, то есть вниз и чуть-чуть туда. Вот. Или для вас туда? Нет, ну не суть. Короче. Забираю машину и потом по пути уже в сторону опять забираю там все рядом у меня. Классно. Потому что не надо никуда ездить. Сам город Питтбург. Не надо заезжать, я до него не доеду. Спасибо тебе, Господи. Спасибо тебе, Кевин. Кевин, ты меня услышал наконец-то, друг мой. Вот, смотрите, здесь такая аэрия, где вы должны проверить типа тормоза и тракт over 21, короче, более 21 тысячи паундов. Я больше гроз. Типа надо остановиться, постоять и дальше поехать. Потому что дальше будет спуск какой-то, тормоза проверить. Ну, типа проверили, поехали. Сейчас будет спуск какой-то просто конский. Такие есть аэрии. Иногда там может стоять человек, либо камера и как бы взлюбить потом вас могут. Поэтому. Едем. Вон, видите. Везде знаки. Спуск. Просто идет спуск долгий, затяжной. Дорога петляет. Ну, поэтому такие предупреждения сделаны. Вот я зимой по таким дорогам ездил. Зимой тут, конечно, полная задница ездит. Посмотрите. Помните мы? Кто смотрит видео, давно тут знает. Чуть туда не поехал. Как-то так. Трак. Овер. Опять стоп. 500 фит. Короче. Так вот и едем. У нас сзади никого нету, поэтому едем. Я вообще тормозами не пользуюсь. Кстати, на Рэме очень хороший engine brake, так называемый. Exus brake, правильно сказать. Ну, короче. Помощник тормозить с гор очень хороший. Держит просто качества. А вот смотрите, рэм погравийная, да, сделанная. Вон, видите, с этими, с такими штуками, с желтыми баками. Наверное, с водой они там или тоже с песком. Но следов нету, все чисто. Следов там нету. Ну что, смотрите, опять Урал едет. Мотоцикл. Урал. Да? Кто знает, это же Урал, по-моему. Да Урал, Урал. Я уже. А может, не Урал. Казалось бы, да, вот вам, что такого в Пенсильвании найти такую площадку для разгрузки? Это просто что-то с чем-то. Это нереально. Мне все равно никто не поверит. Поэтому хорошо, что есть камера. Ну и вот еще одна проблема в Пенсильвании. Это, конечно, все вот это узенькое, все под горки, все вот дилерское. Классно вообще здесь разгружаться, просто одно удовольствие. Классно ребята все сделали. Ладно, пойду, короче. Поработаю. Короче, как выяснилось, что не совсем корректный адрес у меня был. Ехать не надо в полную жопу. То есть, 8 миль 25 минут едется. И это при этом ни одной пробки нету. Это просто потому, что вот все узенькое, маленькое, везде медленно. Короче, одним словом, это Питтсбург. Не на юже этот город. Мне кажется, что если какой-то дальнобойщик попадет в ад, то он попадет на траки в Питтсбург. По локалу работать. Вот это будет адом реальным. Ну что, друзья, начинаем. Танцы со звездами. Вон Вольво стоит. Мне ее надо, по идее, первую загнать. А там стоит... Что там у нас стоит? Что-то стоит. А, стоит этот... Hyundai Santa Fe с мертвым аккумулятором. Его туда надо, по идее, поставить. Так и живем. Так. С. Что вот здесь сейчас происходит? Знаете, нет? Мне надо вылезти. Ну, мне ладно вылезти. Я не очень понимаю, у меня Santa Fe заедет или нет там. Да. Или мне еще протянуть. Я могу, в принципе, еще протянуть. И вылезти, кстати, через заднюю дверь. Да, так и сделаю. Ну и просто раз уж я оказался на задних сидениях, то вот могу сказать, что вот сам за собой я сижу, в принципе, удобно. Вольво. Какая-то сенсорная фигня всякая, да? Такая приятная тачка. Ну вот. И вылезем из нее спокойно, кстати. Ладно, что, пойду страповать. Вот, ребята, я не знаю. Многие говорят нам, вот. Типа, хендай купишь, он там через 10 лет будет такой же. Вот этой машине. Какого она года-то? Она не такая уж старая. По-моему, она 12-го года или 11-го. Мне так кажется. Честно говоря, полное говно. Вот. В том плане, что и все у нее зашарпанное стало, потому что дешевое все. И воняет в ней. Понятно, что как следить, но все-таки фиг знает. И все, он разваливается. Перебежит что-то. Ну ладно, пойдемте, загоним ее. Опа, гоним по гравийной гоночке. Гравийную гонку гоним. Давайте. Правой 3. 100. Сейчас узнаем, что это. Левый. 0,1 через горку. Наверное, даже через трамплин. 200. Что там у нас? 200. Левый 1. На левый 0 через горку. В правый 0. Левый 0 в правый 3,2,3. Вот так вот. На асфальт. Да, здесь уже асфальт. Так и живем. Все, стопе. наконец-то душ наконец-то все я мыться кушать очень хочется кушать сейчас мне кажется съем ствола я сегодня поел что вы понимали 7 утра булочку и кофе и потом еще съел такой смолборта маленький салат и все сейчас времени 6 часов вечер как бы я хочу есть давайте я в душ и срочно срочно кушать вот и все блин я в предвкушении еды такие дела что такое сервис по-американски это вот так вот когда зубочистки вы представляете как я лоханулся ел в этом дэннисе дурацком в каком есть а тут оказывается витя поляк позвонил мне говорит слушай а чё ты говорит иди типа в ресторан кавказский ты соседние реально обстоятель 10 минутах езды от меня кавказский ресторан я сейчас на 8 десятки в пенсильвании а я не заехал кстати мог вкусно покушать брат дорого но вкус ну ладно чё я не знал где он но я сохранил теперь метку теперь буду знать где он поэтому такие два все едем наслаждаемся ну что добрым утром друзья идем проверяем вот они эти трипэки блин дурацкие которые орут на весь поставить видите парковочка такая качество хорошая вот тоже фишка этих штатов это столбы постоянно короче но близко вот этот столб нормально стоит а там выезжал прямо на повороте стоит ногу не знаю зачем так делать и это вот такая вот дорога и отличишь машина выгружать вот просто все то есть как бы нету потому что все вот такие вот дорожки узкие не люблю я вот эти вот нью-хэмпшир и миссачусетти как они массачусетцы все вот эти штаты блин вот именно за вот это вот все маленькое тесное такое посмотрите дома в жопе где-то находится и ты как бы не подъехать все в заезду узкие ну чё скинули драндулет что там еще 100 миль скидываем volvo так что происходит-то происходит у меня то ли забился топливный фильтр то ли что-то еще потому что машина при нагрузке в горку начинает подергивание ошибку выдала именно как топлива то есть когда тяжело очень мотору да то есть когда в гору едет мало топлива поступает такую ошибку вылила то есть попробую я поменять топливный фильтр сначала вот ну и еду я в майами все равно поэтому увижу там механика которому все время хожу и он это самое что-то скажет наверное вот ведь видите про что я говорю зачем стал бы ставить вот так вот в край не повернуть и знаки зачем просто вот ну столб ладно понятно там получилось так на знак зачем так ставить понимаете о чем я говорю ну как-то глупо мне кажется нет и так места нету они еще и уменьшают тем самым ну да ладно припомним им это ну что друзья на этом серия завершается но в то же время начинается другая то есть я сейчас бостоне здесь нигде починиться ничего не смог трейлер разваливается машина тоже короче еду в майами но мне то все равно надо ехать я сейчас кстати поеду пустой короче короче долгое время пойду пустой а потом полный ладно давайте короче серия заканчивается но в это же время и начинается все пока там вот это все что там так как Продолжение следует...